Всем привет, уважаемые телезрители. Продолжаем прохождение эпической игры. Эверквест, по-русски. Это фришная ммошка. И мы, наверное, сейчас поищем какой-нибудь... О! Какой-нибудь квестик. Может, те квесты мы выполнены. Сейчас полазим по острову. Да, эпик-эпик-эпик. Эпическая игра. Ну вот, 53. Осталось где-то 20 чем-то роз. 23 подарить. О, а еще один чувак сидит. Холидей. А что они сидят такие мелкие? А я крупный такой. Вон, этот раз я вовремя. Поскакали искать наши квесты. Пу-рум-пу-пум, пу-рум-пу-пум. Теливан, а, я дарил Теливану. Сейчас помню. Так, с тобой мы разобрались. А вот на том острове кто-то сидел. Предлагал нам квест. Вот он, по-моему, мистер Маскарад. Маскарад. Это частная собственность. Тебя сюда никто не звал. Убирайся, пока я не вызвал охрану. Ха-ха, у тебя есть ли мне работа? У тебя нужна работа? Пожалуй, я могу тебе кое-что предложить. Откополируй мою ступу с парами диков. Что-то еще. А здесь вопрос, умеешь ли ты молча сносить из кораблей не давать в дачи. Пока ты меня так утомляешь, что я не нанимаю авторопорации. Маскараду скучных людей. О, но у меня даже в игре был хоть скучным. Дайте-ка, гадает, здесь живешь, чтобы смотреть на всех с высока. У тебя что, комплекс? Так-то, Павла, что на самом деле у меня есть кулька работы. Как-то там тебе зовут. Хи, гаси, он борзый какой я. Так, он, короче, предлагает дело, за которым заплатят. Что же дело? Видишь ли, Фейельф, измирает, считает, что я должен измирить свои отношения к людям, поэтому каждый измирает они преследуют мне свой чепухой и промоет плохой характер. Они занимаются этим вот уже 20 лет, с тех пор, как я здесь посиделся, их проповеди меня уже и зарядом, и заедем. И что? Ну, и, конечно, могу услышать их проповеди за тебя, но вы же совсем не похожи. Видишь ли, я вложил много денег в исследование механомагической держимости. Ты мои люди разработали способ проникновения в сознание жертвы, хоть на того или нет, тебе даже не придется ничего делать. Просто отправляйся в мой дом и жди появления Марлона, останавливай-то забочися. Так что же, я залезу в свое тело и вижу твое прошло, на свое будущее, потрясающе, то, что надо мне. В общем, мне подарят какие-то всякие штучки, дрючки за это, плащ, спонтовый, царская накидка, ну, заслуга морг, вот я могу себе слугу за это, замерзший мистер Маск Рудл, спонтовый, послушная ледяная каша. Ты готов отправиться в мой дом? Да. Гоблинов тергает. Сколько VRK сейчас стоит? Привет, овощной. Бесплатно он сейчас стоит. Ссылки под описанием стрима. Фришная игра, я играю в фришную уже года. 102, играю, снимаю, прохождение. Но, это только не рейдовый контент. В рейдовом контенте надо, там, ежемесячно оплату. Не знаю, сколько там, сейчас, в месяц. Пьет доброе сердце, реверанс. А, это мой слуга. А, нет, стоп, это же не мой слуга, это я там стою. Я стал каким-то призраком, типа. Надо поговорить с духом прошлого изморозя, чтобы отправить в прошлое мистер Маск. Мистер Маскрула. Вот я кем стал. Давайте пообщаемся с ним. Ау, аа, бу, я призрак прошлого изморозя. Ты меня боишься? Где-то он не такой... Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу. Я, между прочим, от сделан из края дыхадилой кожи. Правда, красивые? Что-то там, не говори. А ты все равно меня боишься. Я сам однажды увидел призрак и испугался, даже щепучкой подавился. Целый час потом пузыри пускал. За это меня прозвали Гургли. Поехали, Гургли. Эээ, а что я здесь делаю? Ты собираешься указать мне на ошибки, отправив мое прошлое? А, я не уверен, но кажется, мне должен был навестить мой дружок Марвон. Якоб, свод Марвон ушел. Тогда мы обойдемся без него. А, верно. Так, посмотрим. А, точно в этом месте я должен сказать, мистер Макс Крудл, приготовься встретиться лицом к колецу со своим хорошим. Ты должен понять, что делался неправильно. А теперь я взмахну своим жезлом. Ух, и ты снова маленький. Ха-ха-ха. Что это? Эй, то есть мы, я в молодости, я так не выглядел. Как он? Нормально он выглядит. Ну, извини, пришлось экономить. Ха-ха, экономить! Подписка 470, что ли, стоит? Ммм. НВН уже в печенке? Че такое НВН? Не вера в интернете, что ли? Ну, извини, пришлось экономить. Хватит ныть, очень даже похоже. Да, так ты готов увидеть свое прошлое, Макс Крудл? Да, идем. Сейчас мне отправят на прошлое. Да тут не надо никаких платить денег. Просто бесплатно играешь. Я уже два года в него играю. Бесплатно снимаю видео на YouTube. Не норм. Это мы где? Прошлое написано. Так, мне нужно поговорить с Ланей. Хокс Пингер, бывшей девушкой Макс Крудл. О, сейчас поговорим. Сейчас, короче, будем шпилить. Девушку. Девушка Макс Крудл. Здравствуйте! Что вы скажете о своем оправдании? Это моя девушка, что ли такая? Это старая, она совсем капецкая. Какая непропорциональная у нее с башкой. Этому пацану... Не знаю, лет 12, наверное, 14. Я не обязываю задержаться. Вот, наверное, вот это надо выбрать. Самое большое. Это как при сдаче экзаменов КДД. Там, где больше всего тех, кто топиноковый драгорян. Без подписки соло-контент нет. Почему? И любой контент доступен без подписки. Только недоступны последние эти... Аддоны тут выпускают регулярно к этой игре. Вот последние два аддона недоступны. Все остальные доступны. На всей территории. Так далее. Можешь в рейды ходить. Естественно, если последний аддон тебе не доступен. Предпоследний. То ты не сможешь одеться в этот... Как его? В общем, не сможешь там одеться и вооружиться всеми там вещами крупными. Не сможешь ходить в рейды. Если только будут ходить в рейды более там низко уровнем, тогда да. Я так понимаю, что все ходят... В последние уровни. С последними аддонами и прочими вещами. Видишь ли, я уже шел к тебе, но тут за спиной вдруг послышался стук оленей в копыт. Я уже был собирался сойти за рука прямо передо мной, словно ниоткуда выскучил маленький перехул на щенок. Конечно, нужно было спасти это. Сейчас воздание трагичные и безвременные кончины под копытками одени. Поэтому я просто к нему подхватил и отнес безопасное место. Что, вот эту фигню выберем? Типа, щенка спас. Соврем, типа? Или вот как он есть? Что есть, соврем? Ты меня обманываешь, Макс Крудл? У тебя же аллергия на собак. Если бы ты схватил этого щеночка, то весь бы покрылся красными пятнами. От макушки до пяток. А я что-то не вижу никаких пятен на твоей коже. Я опоздал. Нет, вы глаза его видели. Ему ж не стыдно ни капли. Я поверить не могу. Ладно, солнышко, прости мне, пожалуйста. Какая неудача, почему так не везет, блин? Жесть. Называть его скучным, теперь еще и баба не дает. Ладно, прощу тебя на этот раз. Держи, милый, ты меня любишь. Конечно, я тебя люблю, но это как любовь с лишним. А давай сейчас мы не будем врать ей. Давай не сейчас, ладно. Мегат, помнишь, когда мы только начали встретить, каким нежным романтише? Теперь тебе кажется все ровно. Мне не все ровно, просто я занят. В том-то и... Короче, всего я больше врать не буду. Сейчас будет все по-серьезному, короче, снизить. Но потому что второго шанса уже не дадут, как бы. В том-то и беда, Мерго, ты всегда занят. Могу поспорить, если даже не помнишь, когда у меня день рождения. Блин, не помню. Где пункт, что я не помню? Мегат, пятого, снежный. Нет, Мерго, ты совсем я не любишь, а тебя безразличен. Правда, я так больше не могу. Я люблю тебя, но просто не подходят друг к другу. Ты думаешь только о работе и иногда обо мне. Я поговорил об этом с своим другом Фиглом. И поняла, что достойно большего. И уходишь к Фиглу, ты бросаешь меня, он же безработный. Ты кое-что не поняла, детка, очень. Ты мне нужна, подумаешь. Я бы все равно бросил тебя не сегодня, так завтра. Хорошо, надеюсь, вы с Фиглом будете сесть и прощать. Я уважаю тварище не прощать. Давай вот это вот. Я бы тебя бросил все равно. Тебе лучше уйти, Мерго. Ладно, я ухожу. Фак Ёс! Короче, поняли. Так, я до прошлого. Ну что, было весело. Да, очень весело. Пожалуй, без неё мне будет гораздо лучше. Что? Нет-нет, она же любовь всей твоей жизни. Твоя духовная подруга, твоя лучшая половинка, твоя суженная, твоя... Э, ладно, я всё понял. Я её люблю, очень скучаю. Мне надо уделять ей больше внимания у своего рода. Давай, возвращайся. Она была слишком занудной. Теперь мы можем идти. Да, можем идти. Нет, мы не можем идти, пока ты не признаешь, что любишь её сражались в том, как плохо ты себя вёл. Ну, хотя бы поплачь немножко. Она красавица, я турок. Мошли отсюда, да. Я расширил свой урок, идём же. Что за фигня, блин, была? Точнее, постель. Если врать, то до конца. Но я так и выбрал, блин. Типа, нафига на мне. Там утросил или бросил, а пусть теперь безработной ей занимается. Вот что за фигня ещё. Это папа, что ли, её же не пришёл? Ээээ, и твои ошиблись адресом, это не я. Мне надо под кровать залезть. Ну, как, и спрятаться можно. Помогите. Смехотун. Геркс. А вот я, пи-оддом, бросил здесь. Какой-то он страшный. Дух настоящего. Ну, видимо, с ним надо покрещать. Я есть дух настоящего измерзи. Моя учить твоя урок. Макс Кряга. Ну, так. И, меня зовут Макс Крудл, а ты Огар. Я-то думал, что все смехотные гоблины. Что? Я тоже гоблин. Большой гоблин? Ага. Так, что ты там ухтел про нас. Ладно. Моя тебе показать, что твоя злоба делает с людьми. Готов? Да, готов. Кажется, что там. Что делает моя злоба с людьми? Она их делает счастливее. Счастливее. То есть, деньги Макс Кругла. Макс Крудж. Ну, экскруджила. Как Рад Квеста вообще называется? О! Опять в этом доме. Дом Бобби. Заглянуть к малышу Джимми. Его нельзя таковать. Мой брат. Мы пришли. Куда это мы пришли? К дому Бобби. Бобби работ на тебя. Твои обращаться с ним плохо. Это неправильно. Местер Макс Кряга. Иди исправляй, что натворил. Иди сделай хорошо. Узнаешь, что я им нужно сделать. Надо им всыпать еще больше. Чтобы они лучше работали. Малыш Джимми. Ты видишь, моя подружка была. Это он, чувак, отбил мою девушку. Подожди, надо его зарезаться. Ка-ч-ч-ч-ч. Сейчас тебе втык удам, пес. Дай-ка повыше залезу, чтобы тебе втык удать. Давай. На! Ну давай, бей его. Ну ладно, я понял. Себя не боец. И снова у нас не будет подарков на изморозе. Но мы хотя бы еще живы. Верно, Мелоди? Хе-хе. Он еще и кашляет. Или он так... Это как его... Хе-хе, это типа... Не знаю, там... Как называется-то это, когда... Смеются так злорадно. Надо узнать, что говорит Бобби. Но у них типа не будет подарков. Кстати, в этот дом я узнаю, я здесь жил когда-то. Когда только начинал во фриперте. Такие дома давали. Тут я могилку ставил свою. Блин, это уже болтал он. Видимо, он сейчас что-то еще должен бомбить. Какая елка, фигня. У него тоже так будет светиться. Ну вот же есть модель нормальной елки. А, они вон куда ее вставили. В этот... Втоптали. Видимо. Надо узнать, что говорит Бобби. Так, где Бобби? А, вот же Бобби. Мистер Макс Крудл может вернуться в контору в любой момент. Прости, дорогая, но я не успею убрать со стола. Теперь знаю, что он уволит меня, если заметить мое отсутствие. Хороший работник, кстати. Переживает за работу. Так, дедушки шо надо загрнуть теперь? Бедняга Бобби трудится, не покладая рукам. Мы даже не можем позволить себе купить праздничную индейку. Что это за день пира, если пирот никакого нет? Хотелось бы мне вправить мозги этому Макс Крудл. Заодно старое поколение, блин. Нифига не понимает молодежь. Дедушка Джек. Сколько у них дедушек? Я никак не могу развести огонь. Интересно, отчего мы умрем от голода или от холода? Я бы дышил-то в Макс Крудл, если кто-то помог. Работать надо было больше, блин. Тогда бы у вас был и огонь, и все остальное. Отдать малышу Джимовичу и его сестре какие-то вещи Макс Крудла. Так ему отдать. А что? Дедушка. А, посылка. Да, как отдам-то я тебе грех. А, наверное, так прыгнуть надо. Так, вы заворачиваете в оберточную бумагу золотые часы Макс Крудла и его счастливую монетку, безвыку, одержимый. Мамочка дорогая, смотри, Мелоди, у нас есть подарки. Может быть в... А может быть в одном из этих свертков, наверное, лекарства, зачем-то сливы изморозили. Ну, в бутылку виски, если он выпьет, то это будет у него какие-то карства, типа. Так, надо помочь Бобби убраться на него со стола. Блин, Бобби, чем тут стоять, давно бы уж убрал со стола. Грязные тарелки. Ты только посмотри грязные тарелки, исчезли сами по себе. Какая удача, говорю тебе, милая, будет и на наши улицы изморозили. Офигеть. Это типа, по моему верению, там... На самом деле, ты послышал себе очень много страшных и обидных слов. Да, я не хочу даже слушать, что там обо мне говорят. Так, надо дать индийку этому чуваку. Кричем. Тупо, он хотел индийку. Да. О, вот это да, ты только посмотри, Шон. Это же индейка, чудеса да и только. Какие чудеса, блин, бабуля. Это все было заработано мной. Моими... Как его... Вот этими руками, вот... Мозолистыми. Теперь хожу, раздаю вам. Помочь дедушке разжечь. Капец, блин. Огонь даже разжечь не может. Получить искру. Все надо самому делать. Сразу видно, видите, кто тут нормальный работящий человек, а кто бездельник. Пришел один чувак, вот я. Пришел. Сразу всех четыре пары осчастливил за один раз. Получить искру. Чудак пара их. Вот. Я освоил урок настоящего, Макс Крудл. Теперь мне надо поговорить с призраком, чтобы вернуться домой. Кхм-кхм-кхм. Да, МС-13, вальс. Это что такое? У них еще и пес есть? Да, конечно, у них жрать не будет, если они еще и псов кормят тут. Разведи тут. Ну, он сейчас индейку они... Псова дадут часть. Часть сами сидят. Ну ладно, сами сидят, хорошо. Твоя хорошо справится, Макс Крягник. Твоя давать Бубе большую прибавку к зарплате. Нет, он всего лишь наемный работник. Какая еще прибавка к зарплате? Он еще не заработал, блин. Не то, что прибавку. Он заработал сегодня не заработал. Стоит там до сих пор, он даже не ушел на работу. Чешет языком просто. И со стола уже посуда убралась, и все, он все еще там стоит. Так, твоя никогда не справится, Макс Крягник. Готов идти? Да, идем. Туда, Савьор. Пока-пока. Bye-bye. Ну что, все, квест закончен. Кто там еще? Поговорить с Духом надо. Хруп-хруп. Хруп-хруп. Кирпичи отложил, походу. Я тебя там пугаю сейчас, бля.. Я дух будущего изморозья. Уууууууууууууааа. Вик мой ужасен прячься! СМЕХХХХХХХХХ Вот этот вариант нормальный мне кажется на тебе нехили нехило сэкономили. СМЕХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХхн Жесть. Макс Крудл, пришло время и тебе заглянут в печальной тоскливо безорадостной горке плачевное будущее, которое обязательно грядёт, если ты не изменишься. ты готов? Вот здорово, пошли глянем, да, действительно, хочу посмотреть на свои миллиарды, на свою корпорацию и вообще на холопов. Да, посмотри, потом записи на ютубе будут. Сейчас мы будущее посмотрим свое. Там, наверное, сейчас гирлянды, там елки, там эти девки в бикини танцуют. И огни и гирлянды. Ммм, это все мое? Я, походу, в своей резиденции на охоте. Так. Найти центр лабиринта и видеть будущее мусор Кругла. Это что за еще снежный минотавр? Тебя убить, что ли, надо? Ну-ка, пошел вон с моей резиденции. А, это охота же, точно. Мы сейчас будем охотиться на него. Надувать стычок на кочка. Кочка. Это точно моя резиденция. А, охотюсь. Сегмент 2. Вот я заводил. Классненько. У меня есть свой собственный парк развлечений теперь. В будущем, оказывается. Нельзя как-нибудь перепрыгнуть здесь. Могли бы сделать секретные проходы. Какие-то названия столов, капец. Просто пахненько. Мирные какие-то они. Пацифистские, пацифические. Ну все. Даже дроп не падает. Это значит, что я сэкономил на этом парке аттракционов. А тот, кто экономит, тот и будет богатым. И успешным. Все правильно сделал. Значит, все еще я по-прежнему тот. О! Этот Макс Крудл держал деньги во Фриберском банке. Я наивно полагал, что мы ничего не узнаем. Но мы нашли его счет-ка отфисковать. Нито не идет от налогового службы. Ты че? Пес! Сейчас я тебя... Так как он не враг-то мне? Ты самый настоящий враг налогового службы. Мне всех надо. О! Что, поехало? Там нужно, давайте. А, это по площади тегу бьет. Удачный габбит. Пши. Нашли мой счет секретный. Чувак, ты консультант по фгадам. Теперь, когда Макс Крудл помер, никто не узнает, что все эти 30 лет я постепенно присылал сейчас его заработку. И когда ребята из налогового службы забрать до него, и оставили голодать, и прозябать нищетей. Я жил припеваючи, и ел жареную утку, но, впрочем, все равно, он был просто никчемный, злобный старикашкой. Ах, ты пес! Вот тебе за это! Я в это не верю, этого не может быть. Это просто гадалка, короче, криворукая, блин, она неправильно предсказывает. Надо гадалку нагл посадить. Не расстраивали меня такими дурацкими предсказаниями. И прогнозами, что они там любят говорить. Дождись, я вам больше. Ничего, только большой лабиринтик. Классненько. Можно от души развлечься. В центре лабиринта напасть. Тун-турум-пум-трум-пум-пум-пум. Где же центр лабиринта? Классненько. Или сойти в игру самопроизмили. Эти кресты вроде как не избили современный ТСО. Да, что-то вообще есть. Но в том году я вот эти кресты вроде не проходил, я просто профукал все эти. на ледовые квесты. Так, ты давай, камимо пройди тут. Да, мне это не нужно. Надоело мне убивать этих монтавров. На то я и хитрый. Чтоб лишний раз не работать. Не важно, там молотком, в чем. Я вас просто обманул, обманул, обманул. Культуром, форум, форум, попом, форум, попом. Оп, а вот я и этот в центре лабиринта. Папочка говорит, что я мог бы вырасти таким же большим, как и он. И если бы только Максвелл платил им больше денег, я мог бы до 100 кушке ходить в доктор-то, наверное, я не дожил бы до своего 10-го дня рождения. Ну, дожал бы тебе карточка. Очень жаль. Он меня видит, что минотавра преследует. Я развлекал его на полном ходу здесь, а ты, какие-то грустные истории распелся. Видишь, веселуха у нас тут идет. Турум-пу-пум, форум-пу-пум. Форум-пу-пум-пум-пум. Чем, я на тава все открылся, по-моему. Кстати, здесь можно посмотреть весь лабиринт. Ха-ха, я же хитрый, Максвелл. Лабиринт, вы видите. О-о-о. Ну, короче, мне вон вот туда надо идти. Ха-ха-ха. Пойдем правилам левой руки. По правой стороне пойдем. Так, здесь я был. Тут я был. Туда я ходил. главный минотавр свалил. Больше не напрягает меня. Сами присутствуем. Во, не сюда. Подожди, нет, сюда я ходил. Не сюда надо. О, опять этот минотавр. Снова обманем. Мы его обойдем. умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Так. Что у нас? Тупичок. На самом деле, это не тупичок, это я специально туда пошел. Ну, чтобы маленько там размять ноги. Видите, это был маневр, чтобы минотавр свалить. Так, наш минотавр ходит кругами. Спасибо, да? О, мне надо сюда идти. Вот где вся туса. Так, ну-ка, Упустите меня. В тусу. Хорошо сделаю лаперинги. На совесть. У тебя же попугай с сутками трезвонит, конечно, тебе уже ничто в этой жизни не задержать. Монитер. Да. Я уже забыл. А, подожди, вон там я стоял. А, подожди, мне отсюда подойдет. Новые просторы открылись, Новые горизонты. Это... Здесь у меня был вроде меня на минотавр, да, вот. Ходит, вроде пара, ходит. Да ну. Ага, он опять там я согрелся. Ай-яй-яй-яй-яй. И селуха пошла. Идем в центр. Идем в центр удовольствия. Отвали. Скотина. Все, я от минотавра ушел, я от бабушки ушел. От тебя... О! Это что, центр лабиринта? Деритесь друг с другом, а? Козлы. Или как вас там? Минотавры. Ну, я, в общем, добрался. Будущего, конечно, я там не увидел. Но в центре я побывал. Так, в общем, правила правой руки и... Все будет чики, чики-туки. Мне нужно подать сегодня. О! Здесь еще не был. Теперь, когда Макс Крузл... А, это опять там часть заработка, да что? Подожди, так я уже весь лабиринт обошел, здесь ничего нет. На лабирине стоят тут. Видите, какие монстров приходится не убивать? А тем более всякие эти на лабирине консультанты вообще ни о чем. Эх, одной левой на раздавлю. Чтобы знали, как меня обманывать, да. Эй! Так, их там много-то стало. Так, дороги нет. Не сюда. А откуда он бежал? Ну-ка, стоять! Лишь бы им отлынивать от работы. Ну-ка, меня развлекай. Ты что, сквозь тенни, что ли, пошел? Да я его не догоню по ходу. Эх, 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 отлынивать от работы. Ох, еще один Минотавра. Не-не-не-не. Не-не-не. Что-то спрячешься. Сейчас меня убьют, в общем, походе. Проскочить надо между ног этого Минотавра. А вот я дошел до центра, точно. Это же центр, вот этот. О, мои кристаллики. Спасите меня! Что за пинистал-то? Блин. Блин, до метов, Ларистан. Ну все, вы меня достали. Сначала тебя убью. Какая-то семерка на площади бьется. Да вы меня разозлили. Какой подходящий селят, все что ли? Ну-ка, следующий ты. Со мной никто не сравнивается. Не важно, прыгай. Ты моя жертва, я твой охотник. Ну завтрак туристом. Все готово. Закидал его улыбками. Что за... Здесь покоится Мергот Мизлфиг Макс Крудл, самый злотный человек в этих краях, который умер в нищете и одиночестве от голода. Ай-яй-яй-яй-яй. Я всем привет. Я помню, что я вам нествовал по клепке стучал и в одну же брызгал и на него и светил. Все только не дал мне такого слова. Как клепку не закрыли, он улетел фоточком. то, блин, разумаспрокрою. Я, Псилон, чего опять громпуешь? Так, посмотрим, что-то у нас... Нет, у меня таких проблем нет с попугаями. Я их просто тряпкой закрываю, и все. В темноте, как бы, не шумят. Мне надо поговорить с духом будущего, чтобы вернуться в дом Макс Кодлин. Ну, в общем, получается, что меня тут похоронили. Там, такая-то... Ну, а что, нормально? Смотри, какую гробницу они отгрохали для меня. Сколько же нужно было денег иметь? Правда, сама, как бы, каменная плита выглядит не очень, но это... Видимо, чтоб этот не завидовали там. И все такое. Скромненько так, но с достоинством. С лабиринтиками, с развлечениями, видите, что... Если кто-то придет, там, помянуть. Но заодно и повеселиться. Побегает от мобов. Тем более, мобы-то какие-то трешовые. Чего там убить, вот нифиг делать. Так, это кто-таки? Бывшая девушка? Как идти на шоу? Мергот порой был очень мил. Как жаль, что он умер. Мы могли бы жить долго и счастливо, если бы только он заботился бы мне больше, чем о своей работе. И только не подумай, что я несчастлива с фиговым. Ах ты, стерва! Ушла к другому! Ну, вот сейчас вернусь и тебе покажу, не терактить. Вот ты, будучи, Макс Корозал, ты умрешь в одиночестве нищете, если только не станешь добрым, заботим человеком и достойным гражданином. Твою свой урок. Ну, да, я, наверное, был вредным. Иногда все ясно, типа, не буду. Да, пошли уже, действительно, блин. Обещаюсь, только вот, конечно, обещаю. Если здесь, во-первых, перенесу свой счет из этого банка, где там меня обнаружили, во-вторых, этого чувака под нож и вместе и этого тоже, как я там, соседа моего, откуда моя девушка ходит. Их у двоих так связать под мост в Челябинск куда-нибудь. Чего, вернуться к Макс Крудла, деревне чудеса, я уже тут. Ну и жизнь у него, блин, капец, неспокойная такая у этого Макс Крудла. Так вот же его остров, да, по-моему, нет. И он там болтал, что-то у него остров. Сюда не ходить. Мое. Вот там. А, слава богам, все уже закончилось. Ты не представляешь, как я хорошо выспился, пока ты был в моем теле. Пожел, это лучший конкурент. Да я подарков за всю мою жизнь. Вот это вот дело. Говорит. Тебе действительно так, это не то. Вокруг тебя так много людей, которым ты не безразличен. Тебе стоило бы делать больше раз. Слушай, что ты хорошо отдохнул, твоя бывшая девушка, ты красивая. Вот это вот норм. Так, тебе стоит проверить, что-то. Вот. Вот, надо сказать, что у него там воруют деньги, что он не умер. Ну, наконец, от моего будущего появился какой-то толк. Надо будет немедленно его уволить. Спасибо за подсказку, да, без проблем. Вот это вот норм. Так, знак есть и не надо. Хотя, каша, каша. Нафиг это каша. Вот что, значки? Деньги возьму. Действительно. Что-то побывало в его шкуре и денег захотелось. Молодец, ты хорошо поработал. Вот твои деньги. А теперь убирайся с моего дома, ты больше не пригодишься. Окей. Свалим отсюда побыстрее. Какого-то придурка. Он не добрый и злой. Хо-хо-хо, да. Так, ну что ж, уважаемые телезрители, на этом мы сделаем небольшую паузу для тех, кто смотрит нас на ютубе до следующей серии. Спасибо, что были с нами.